Вчера вечера поссорилась с мужем из-за того, что он отказался в последний момент, а я столько времени потратила на эту, блин, программу передач. Сегодня поссорилась с ней. Я просто, знаете, иногда задаю себе вопрос, они у меня нормальные вообще, эти дети? Сегодня, например, я зашла в туалет и обнаружила на стене, позвольте, на стене, я даже не знаю, как это произнести, фекалии на стене. Вот, спрашиваю, кто это сделал, стоит, голову опустила. Меня больше интересует, зачем она это сделала, понимаете? А объяснить она не может. И, блин, меня прорвало, я опять, я так орала на них. И знаете, мне кажется, как будто среда, это день, блин, криков на детей и выплеска всей моей игры агрессии. На самом деле, я уже смирилась с этим бардаком постоянным в доме. Мне просто очень жалко времени на все это, понимаете? Каждый раз, там, например, сейчас уходили, говорю, где твоя тетрадь по музыкальной школе? Я не знаю. Вот она не знает, так ни в ком тут зайти и найти что-то, это невозможно. Я уже несколько раз и сама, и на камеру вам показывала, как я разбираю все игрушки. Ну, не получается меня ее приучить к порядку, и все тут. Ну, начнем с того, что я сама, как бы, в Борнелике, и мой муж тоже. Мы постоянно что-то где-то оставляем, там, ну, как бы, они с нас пример берут. Ну, вот именно грязными такими быть, ну, я не понимаю, как они это делают, не понимаю, понимаете? То есть, вот, в бардаке нас можно упрекнуть с мужем, но в чистоте ни в коем образе, потому что, там, не знаю, у меня одежда, например, каждый день я стираю одежду, одеваюсь, да, чистенькая, всегда помытая, не знаю, почищенная, накрашенная. А вот детей к этому приучить не могу. Иногда бывает, там, вы зубы почистили в полдень их, спрашиваю, никто из них об этом еще даже не подумал, понимаете? Я не могу понять, что я делаю не так конкретно, особенно в среду, когда надо быть готовой, потому что танцевальное, музыкальное, футбол, вот это вот весь бардак всего, а ты должен, там, бегать их, разводить по местам, это знаешь, что у тебя не останется даже получаса на какую-то уборку, там, или еще что-то. А там такой разгром, у меня, знаете, такой впечатлен, вот это только этим занимаюсь, убираю, мою, убираю, мою, убираю, мою. А когда я могу для себя, блин, пожить? Когда хожу на работу. А я, знаете, сейчас иду такая, думаю, и думаю, вот прямо остановлюсь и запишу на эту тему видео, потому что, если я когда-нибудь что-нибудь сделаю, по крайней мере, будут свидетели того, что я об этом говорила. Я уже полгода не принимаю практически никаких серьезных таблеток после депрессии и для моей биполярки. Я принимаю очень легкие сейчас таблетки, но, скорее всего, это для того, чтобы заснуть по большей части. Когда я своему врачу-лечащему рассказывала про свои страшные сны, он не придавал этому никакого, точнее быть, большого значения. Он говорит, что сны – это сны, и не стоит их сравнивать с реальной жизнью. Когда я ему рассказывала о своих снах, что мне кажется, там, то у меня дети умирают, то еще что-нибудь, он мне сказал, что это обычные страхи. В принципе, я была с ним согласна, потому что у тебя страхи по поводу того, что может случиться, как бы, с твоими детьми, ты боишься. Это я могу понять. Ну, например, сегодняшний сон, я могу понять, что это просто сон, но я не могу понять своего душевного состояния и своих ощущений в этом сне. Сейчас вот для тех, кто, ну, для слабонервных людей, я просто сразу говорю, перемотайте куда-нибудь другую сторону, там, да, на три минутки. Потому что то, что я сейчас вам расскажу, на самом деле даже мне страшно рассказывать, но я все-таки это сделаю. Итак, мне сегодня приснился сон, что я убила своего мужа. Я его убила, разрезала на кусочки, на раз, два, три, четыре, пять, шесть, на семь частей. Тело на две части, руки, ноги отдельно, плюс голова. Я сложила в большой пакет черный, нет, прозрачный, не знаю в какой. Сложила в этот пакет и потом этот пакет закопала в лесу, в Монсахту. Этот пакет я там закопала, причем я сделала такой симпатичный грот, как, знаете, вот как для тушения мяса. Только я вот как бы сложила все это туда аккуратненько. И только потом я начала уже звонить им родственникам и говорить о том, что моего супруга больше нет, и что типа надо приезжать на похороны там и прочее. Начинаю все это собирать как бы по эпизодам и понимаю, что нужно предоставить какой-то гроб. Ну хорошо, пусть он будет пустым, например, да, ничего страшного. Но только когда начинают собираться потихоньку родственники, я вдруг начинаю понимать, что по идее во Франции должен приехать катафалк сначала и оттуда выгрузить человека, где как бы его лицо будет видно. И понимаю, что мне нужно вернуться в лес в Монсахту и взять хотя бы голову и положить ее туда в гроб, чтобы родственники как бы увидели, что он на самом деле умер, а не то, что я его убила и закопала где-то в лесу. И как бы в этом страшный сон на этом почти и закончился, потому что ничего такого я не сделала. Но проблема в том, что я не ощущала абсолютно никакого чувства вины, либо сожаления с идейным. Я единственное смотрела по сторонам и думала, как же мне так лучше сделать, голову куда положить. И еще думала перевезти детей в школу поближе, потому что теперь, так как его нет, он не сможет их возить в школу. Вот так. А теперь как бы задумайтесь, насколько правильное лечение моего доктора, если мне снятся такие сны. Он считает, что это же всего лишь сны, ничего такого в этом нет. Ничего такого здесь нет, коронавирусный секрет, потому что что-то он похожий хоть на тебя и не похожий на тебя. Ты похожий на меня, но просто так прохожий парень, чернокожий. Кстати, такую песню по Франции петь нельзя. Российская считается. И все-таки, помните, как-то мы заговорили про то, что можно якобы посмотреть, кем ты был в прошлой жизни. И я нашла этот гипноз тогда в Ютьюбе. И если помните, я ушла в этот гипноз и рассказала вам, что я видела в своей прошлой жизни. Это был какой-то стул. На этот стул я посадила человека, срезала ему макушку. Копалась у него там в мозгах. И что-то там я ему переставляла, как чипы там, да, чтобы он правильнее понимал мир. Лечила его. Ну вот, понимаете, почему я могу видеть это в каких-то своих мечтаниях и снах, реагировать на это абсолютно спокойно. Если сейчас 50% тех, кто смотрит это видео, сказали, вау, да она же полностью кончена, сумасшедшая. Понимаете, кого-то передернуло, у кого-то мурашки пошли по коже, а у меня ничего не происходит. То есть, получается, в своем подсознании я какой-то маньяк. Но в действительной жизни я просто к этому еще не пришла. А вдруг я приду? Понимаете, чего я боюсь? Ладно, ладно, стирайте. Ставьте на паузу и стирайте ваш комментарий, который вы только что написали по поводу моего психического здоровья. Зашла в Лидл, купила для стирки всякую фигню. Это у меня такая была, типа, предреклама вот этой его книги. Я увидела комментарий в инстаграме девочки, которая живет в Ницце, что она прочитала эту книгу, что она ее очень тронула. Она ей написала, дай почитать. Вот она мне ее дала несколько дней или недель, я уж не помню, назад дала. Она все у меня у закамина лежала. Я начинала ее читать. Потом я на работе была, потом я уставала, потом я в ванной была. В общем, вот так. Вчера, вот видите, вот эта вот часть, то есть, ну, грубо говоря, практически половину я прочитала в ванной. И набрала себе ванну с пены. Мне так было хорошо вчера, блин, чтобы никто меня не трогал. И легла с этой книгой, значит, продолжила ее читать. Все просто хорошо начинается, парень с девушкой на Лазурном берегу. Причем он такой хороший Лазурный берег описывает по простой причине, что писатель, этот Гиом Мюсо, он родился, вырос и, кажется, до сих пор там проживает. Это Антибы, совсем рядом тот. Вот. Значит, там такая ситуация, они с девушкой находятся на Лазурном берегу. Перед свадебные у них там хлопоты всякие. И потом он такой, знаешь, заговорил в читании и говорит, слушай, а это самое, у тебя от меня никаких секретов нет, да? Ну, да нет, нету. Ну, может, все-таки есть, а может и есть. Ну, в общем, короче, он ее добил до того, что он, когда достает фотографии, говорит. И это сделала я. И оттуда начинается просто какая-то невероятнейшая история, которая закручивает тебя вот так. А знаете, вот есть такие книги, которые ты начинаешь читать одну страничку, думаешь, вот еще вот эту дочитай, просто узнать, куда он дошел, там открылась эта дверь или не открылась. И ты продолжаешь и продолжаешь. Я не могла остановиться вчера до часу ночи, читала эту книгу. В общем, вот эту вот половину я вчера прочитала. Я даже не буду рассказывать вам конкретно сюжет, но там такой закрученный детектив, я просто не знаю, чем это все закончится. Потому что каждый раз, когда мне в голову приходит какая-то догадка, там всплывают все новые и новые факты. Причем закрученная история, которая произошла там по книге 9 или 10 лет назад, и только сейчас она как бы ему сказала, вот это сделала я. И там немного рассказывается, да, есть немного о каких-то там сожженных трупах, там и прочее. Поэтому, ну если вы сразу скажете, я не буду читать такую книгу, потому что я не люблю про такое, это не ужасы. Она настолько настоящая, эта книга, что ты вообще веришь во все это происходящее до такой степени, что тебе ночью снятся такие сны, как проснили сегодня мне. Поэтому, если у вас есть возможность, видите, у меня эта книга на русском языке, несмотря на то, что писатель француз. Если у вас есть возможность прочитать этот роман Мюсо, который называется «Девушка из Бруклина», я вам ее прям вот очень-очень сильно советую, несмотря на то, что прочитала я всего лишь 50% этой книги. Так что, вот, товарищи, и все объяснение всему, и продолжим мой влог среды. Через 25 минут мне нужно везти Тео на футбол и забирать Леночку с танцевалки, и потом с танцевалки ее везти в музыкалку. Потом забрать ее из музыкалки, сходить с ней в библиотеку, подождать там еще 20 минут. И после того, как мы подождем 20 минут, пойти и забрать Тео с футбола. Это у меня такой, этот, бзык. Я покупаю, как это называется, увлажнитель для одежды, и всегда переливаю ее в одну бутылку. Мне нравится эта бутылка, я не хочу, чтобы это было в другой бутылке. Это самая удобная бутылка. Она мне напоминает бутылку из-под молока с ручкой. По идее, как вы понимаете, теперь у меня другой ребенок сзади идет. Я обычно отсюда начинаю, у меня какой-то ребенок сзади идет. По идее, если вы помните, у нас происходит примерно следующим образом. Сейчас я дойду до танцевальной школы, и там недалеко находится клуб футбольный. И дальше он сам бежит, а я забираю дочку, перевяжу ее через дорогу в музыкальную школу. И потом, получается, я ее забираю в 15.45, а у него футбол заканчивается в 16.30. И в этот раз я ему сказала, ты пойдешь домой сам. И он сказал, да. Ну и отлично. Я ее заберу в 15.45 и пойду себе спокойненько домой. В 16.30 он закончен, и я буду его ждать. Буду стоять на дороге и ждать. В прошлый раз папа сказал, что он тебя привел в 15.04. Давай попробуем побить рекорды и быть там в 15.03. Попробуем? Давай. Мы выиграли. 15.03. Скорее, 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 скорее. Я так думаю, приноровлюсь, конечно, но сейчас пока ситуация оставляет желать лучшего. Потому что я прибежала домой, у меня было время только заварить себе чашечку чая, я ее почти допила. И нужно уже идти за Леночкой. Аллилуйя. Еще надо потом за Тео, но я сказала Тео, чтобы он сам пришел. Я так думаю, что просто этого времени недостаточно для того, чтобы прийти домой, выпить чай и назад пойти. И мне кажется, его нужно использовать как-то по-другому. Например, по средам ходить в магазин, а не по понедельникам, как я обычно это делаю. Надо каким-то образом приноровить семью, чтобы мы ели так, чтобы продукты заканчивались в среду. Тогда я смогу рационально использовать это время. Попробую так. А сейчас бегу за Леночкой. Алла, батарея? Ты сегодня на барабанах играла, да? Да. Хочешь один евро или два, Лена? А сейчас я слышу, что это жизнь, папа. Да, точно. Что жизнь? Что это? Что это музыка? Это звук, который парфюм. Это звук парфюмированный. Типа звук, который пахнет. Леночка, Лена? Ты хочешь один евро или два? Ты хочешь один евро или два? Ты хочешь? Попробуй. Один. Ну, а, ты возьмешь один. Ты мне選ишь один, так что два для меня. Я тебе сказала, один или два. Ты выбрала один. Кушай шоколадку, пойдем домой. Ну, вы поняли, да? Свежачок. Ты у меня стырил хурму. Чего ты? Я когда камеру включаю, у тебя из рук все валится, да? Так, давай, показывай. Леночка нарисовала нам землю. Подожди, давай сначала покажем. Подожди, давай сначала покажем, что ты здесь написала. Ты написала па-па-па плюс мама. Па-па-па плюс мама. Ну, он и есть. Па-па-па. Ну, давай, расскажи. Значит, это земля, так? Это, это мотанья. Горы. Это Африка, окей. И это Франция. Тут Франция, окей. Здесь это лесер Сахара. Ага, это пустыня Сахара, окей. Здесь это флор, который говорит. Какой-то лес какой. Это Индонезия. Окей. Там вулкан. Там вулкан тоже есть в этом лесу. А это что это? Это Франция. Луна. Господи, какая ужасная картинка. Вот же дело это. Ужас. Солнце. Что-что? Солнце. Тяжело, да, сказать. Ну, какой классный подарок. Давай обратно его в конвертик запечатай. Это Англия. Что это? Это Англия. Англия. Англичане тут живут. Правильно, туда мы их и заселим. А это кто? Тут живут. Это далеко от Франции. Так а что это за земля такая? Это Лиринские острова. Ну, это не так далеко. Это вон, на ткан 15 минут. Я как раз про Лиринские острова недавно выпустила видео. Посмотрите его вот здесь. А здесь бабушка наша живет. В Тулузе, да? Да. Так, а где Россия? Россия? Ну, и где Россия на карте? Россия или Россия? Россия? Угу. Где? А Франция тогда где? Франция. А, это маленькая, это Франция. А вот эта большая, это Россия, да? Угу. Ясно. Ну, так. Теперь у меня здесь, значит, я с сердечками, с мороженым, с шоколадкой и земля. Так как-то очень неплохо получается. Давайте кто вспомнит, как это байда называется, которую я буду готовить. Потому что он делает себе морковь-виши, а я сказала, окей. А я тогда приготовлю себе, знаете, что? Ну, помните, кто со мной французский уйдет? Это называется плед. Ну, что за плед такой? Свеженький такой плед. И самое главное, сейчас нарежу целую кастрюлю. Вот она кастрюля у меня. А останется там на две с половиной ложки. Поэтому вот этот весь огромный букет плетей, пледа вот этого, это только мне одну. Смотрите, целая кастрюля получилась. Огромная такая, не знаю, трехлитровая, что ли, кастрюля. А получится реально на одного человека вот это. Такая вот я травоядная. Пока вот эта моя байда готовится, я еще добавила туда куркуму и паприку. Расскажу вам анекдот, который вчера не рассказала. Я просто батарейка села, а потом я забыла рассказать. В общем, анекдот был про мужика, который вернулся из Турции. И вернулся из Турции, к нему ночью приходит его дружба, говорит, Вась, а что ты такой худой? Ты понимаешь, вот в Турции была акклиматизация, продукты не те. В общем, вот так. Чебуха беспробудна. Вот смотрите, что получилось. Получилось только на дне совсем немного вот этой вот травы. Я это называю настоящим расточительством. Потому что для того, чтобы вырастить вот такую вот ботву, сколько там этой ботвы было, видели, такой огромный прямо кусь, представьте себе, сколько нужно воды. А в результате получается накормить всего лишь одного человека. Лично для меня это жутко неправильно, нерациональное использование воды. И выглядит, ну, мягко говоря, не очень эта трава жареная. Ну, получается у них какое-то красивое, яркое такое блюдо. У них там и морковь виши, и салатик, и риса немного. А у меня целая кастрюля, не поверите мне, этой ботвы под названием блед. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.